Я рад всех приветствовать. Блендер 2.91, персонаж Ранго. Давайте исправим его недочёты, настроим ещё немножко рик, и потом уже попробуем сделать анимацию ходьбы, как в мультфильме. Погнали. Так, имеем персонажа, но у него оказались короткие руки, ну и можно ноги удлинить. Так, выбираем персонажа. Что это такое? Выбираем персонажа, переключаемся на рентген, выходим на Edit Mode, выбираем сначала чуть-чуть вот так, именно с рубахой, руку, и с помощью MOV немножко вытягиваем. Вот так. Теперь вытягиваем вот эту кисть, поближе ставим, чтобы полигоны тянулись поближе к рубахе. Ну, ещё чуть-чуть вот подлиннее сделаем. Теперь смотрим, где находится рука здесь и рубаха. Выбираем опять же тут тоже рядом рубаху, вот по краю, и смотрим на какой клетке, где она находится. Она находится почти вот на конце вот этого квадрата. Теперь выбираем тут тоже руку, поближе именно к рубашке, и вытягиваем её, так, насколько, вот где-то настолько. Ориентируемся вот по этим делениям квадрата. Следом, что делаем? Выбираем ногу по щиколотку, через шифт, то, что не выбрано, палец, и ногу чуть-чуть пониже. Так, теперь выбираем палец, и через шифт до щиколотки ногу. И опускаем к этой ноге точно так же. Так, чуть-чуть пониже. Вот так. Щелчок. Теперь выходим на Object Mode. Выбираем кости, и заходим в Edit Mode. Выбираем кости тоже так же. Moff. Включаем и опускаем косточки. Именно до пальцев. Здесь тоже выбираем вот эти косточки, опускаем их ниже. Вот так вот. Смотрим сбоку, чтобы они не выходили слишком низко. Теперь единица на нампаде, и выбираем кисти рук. Почему? Потому что они у нас тоже уже смещены. Выбираем вот по эту косточку, и вот так вытягиваем. Семерка на нампаде, так виднее будет. Ну, все совпало. Здесь тоже так же вытягиваем. Вытягиваем. Ну, и в принципе, все. Персонаж удлинен. Так же можно шею удлинять. Давайте вот еще что можно сделать. Это G. Так, это потом уже, когда привяжем персонажа. Давайте. Ctrl-Z. И заходим в Object Mode. Выбираем персонажа. Выбираем через Shift косточки. Ctrl-P. Увольт, автоматик, виджет. Перевязываем все это дело. Теперь выбираем косточки. И заходим в Edit Mode. G. Чуть-чуть поднимаем. Или лучше, наверное, давайте в Post Mode это дело сделаем. G. Вот так вот. Выведем ключицу чуть-чуть подальше. И эту ключицу выведем подальше. Вот так вот. Пусть он в такой позе стоит. Единица на нампаде. И поднастроим. Сначала выберем персонажа и кости. Приподнимем его вот сюда. И перевяжем его в Object Set Origin 3D Courser. Привяжем к 3D Courser. Выбираем косточки. Заходим в Post Mode. И давайте их поднастроим. Так, тут можно добавить по костяшке. Чтобы ориентир был костей и коленей выкручивать. Вот это, наверное, будет нормальный способ. Но еще один способ. Вот выбираем сначала Inverse Kinematic. Теперь через Shift вот эту тазовую кость. Бедренную. И Ctrl-Shift-C назначаем Copy Location. Нога потянулась. Мы уменьшаем интенсивность. Теперь, что нужно сделать. Вот этой косточки. Вот этой. И через Shift-Inverse Kinematic, Ctrl-Shift-C назначаем Copy Transformation. Опускаемся вниз в настройках. И делаем Local Space. Local Space. Уменьшаем немножко влияние. Вот так. Все нормально. Вот этот способ выбора костей лучше, нежели, допустим, мы выбираем просто косточку, нажимаем Ctrl-Shift-C и нажимаем Copy Location. Здесь нам теперь в настройках Copy Location нужно выбирать, допустим, арматуру и выбирать название кости, которую мы можем включить в бегущий человечек. Vioport Display Name. Ищем кость. Вот эта Inverse Kinematic, она 26. И ставим ее в настройках. Bon 26. Вот так. Вот ее тоже перекрутила. Мы ее тоже. Корректируем интенсивность. И вот она настроена. Это более-менее искать кости долговато. Первый способ лучше. Отключаем наименование. И опять же выбираем косточку. Эту косточку через Shift-Inverse Kinematic, Ctrl-Shift-C. И делаем Copy Transformation. Выбираем, где находится эта кость. Уменьшаем ей интенсивность. И ставим Local Space. Local Space. Так, интенсивность можно даже еще поменьше поставить. Выкручивала, чтобы поменьше. Также можно настроить и руки. Но я этого делать не буду, потому что у меня тут совсем другая ситуация выходит. Так, что еще можно сделать? Семерка на нампаде. Сразу перекрутить вот эти косточки. Раз. Два. Вот так вот. Заходим теперь в Edit Mode. И у меня вот эти кости не привязаны к тазовой. Ctrl-P. Keep Offset. Все. Вопрос решен. Теперь. Post Mode. Единица на нампаде. Таймлайн поднимаем и попробуем посмотреть именно покадровку вот этих, вот этой анимации, которая находится в мульфинной рангу. Там, где он заходит именно в деревню и пытается слиться именно с толпой. Так, выбираем ноги. И ноги надо нам выкрутить. Также выкручиваем эту ногу. Так. Вот таким вот образом. Следом, что нужно сделать? Вот мы поднимаем и опускаем вот эти руки. Вот так. R выкручиваем. И G их еще приподнимаем. Вот. Кисть еще больше выкручиваем. И ставим где-то, ну вот в таком варианте. Чуть-чуть вниз. Вот так. Теперь выбираем эту руку G. Так. Вот таким вот образом. Теперь R выкручиваем. Семерка на нампаде тоже. R выкручиваем. Единица на нампаде. Подгоняем. И нужно вот эти углы рук. Прям побольше поставить. Вот так. Вот так. Следом, что нужно сделать? Это нагнуть позвоночник. Так. Выбираем позвоночник через shift. Выбираем руки. Вот таким вот образом. И нагинаем его вот вперед. Делаем G посадку. Также можно еще R позвоночник выкрутить побольше вот таким вот образом. И вот этот позвоночник тоже выкрутить. Ну вот так, чтобы грудь вперед. Голова R вниз. Теперь выбираем тазовую кость и руки. Обязательно выбираем сразу руки. Потому что они в принципе у него здесь мало движутся. Вот так вот. Вот так вот. В присед. Все. Поза есть. Семерка на нампаде. Немножко его развернем вбок. Теперь. Какая штукенция должна быть. Вот эта лапа. Вот эта лапа. Остается на месте. Так. А вот эту лапу. G. Мы уводим. Вот так вот вдаль. И R перекручиваем G. Что-то получается в таком духе. И вот этот таз с руками. Опору ведем. Весь напряг вот на эту ногу. Так. Смотрим. Что получилось. Вот такая штука. Вот так вот. Теперь. Что еще нужно сделать. Ну вот эти руки. Наверное. Вот эти. Семерка на нампаде. Как в мультфильме. Где-то вот так стоят. И G. Чуть-чуть подальше. Теперь. Это вот так. И G. Чуть-чуть как бы в раскид. Такой. По широчайше идет. Так. Ну. Такая штукенция. Что еще можно еще R шею нагнуть побольше. Так. И немножко выкрутить бедро. Вот эту ногу можно еще дальше отставить. И бедро тоже. Так. CTRL-Z. R выкрутить. Побольше. Во. Вот теперь. Вроде бы как похоже. Ну и вот эту часть. Вот эту часть. Позвонка и головы. R. Вот так. Семерка на нампаде. И R. Вот так побольше выкручиваем. Во. Ну. Теперь вроде позвоночник нормально. Ну и хвост. R. 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 Смотрим. Ну. Нормально все. Так. Вот здесь можно еще чуть-чуть его побольше подзагнуть. Во. Вот таким вот образом. Можно конечно было еще хвост длиннее вытянуть. Тогда это смотрелось бы лучше. Пока я не буду здесь вот сгибнать пальцы. Это можно сделать потом будет. И вот здесь что еще хотелось бы сделать. R. Голову вот так вот перекрутить. Во. А. И. Локрот. Первый кадр есть. Теперь нам нужен пятый кадр. Наверное еще вот этот выберем. Семерка на нампаде. И R. Чуть-чуть побольше этот выкрутим. Таз. Вот так. И перепишем A. И. Локрот. Вот этот кадр. Первый тогда делит. А вот этот кадр G. Поставим на первый. Оставляем пятый кадр. Здесь теперь у нас что получается. Вот эта нога. Вот эта нога пойдет сюда. Так. А здесь. Руки выбираем стразом. Жмем G. Как бы приподнимаем. Еще G. На ногу вот эту опору делаем. Так. Теперь G. Эту ногу сюда. И вот сюда. Вот что-то так. Теперь выбираем таз. Вот просто таз. И. Так. Что у нас тут получилось. Семерка. И попробуем таз перекрутить вот так вот. Напряг весь на эту ногу. Ну и голову. Семерка на нампаде. Немножко R. И вот этот позвоночник. Возвращаем немножко назад. Руки не трогаем. А. И. Локрот. Что-то в таком духе. Десятый кадр пишем. А десятый кадр у нас получается. Вот эта нога. G. R. G. Становится вот сюда. Это. Прокручивается. Бедро. Так. Это где-то подальше. И немножко наверное R. Выбираем таз. Выбираем руки. И весь напряг ведем на эту ногу. Вот так вот. Здесь делаем R. Можно даже дальше ее поставить. Чтобы типа пошире. Вот так он шагал. Так. Эту ногу. Немножко R. Задерем. И G. Приподнимем. Так. Что еще? Поворачиваем теперь тело. Вот так. Вот так. И семерка на нампаде. G. К этой ноге. Удвигаем. И R. Немножко перекручиваем. Вот так вот. Так. Ну а здесь бедро тоже можно выкрутить вот таким вот образом. А. И Flock Rot. И вот есть у нас три кадра. Вот это перестановка ноги. Так. Многие колени присутствуют. Выкрутасов нет. Вот он перекручивает. Вот. Переставляет ногу. Вот эти три кадра. Теперь нужно нам сделать еще два кадра. Вот этих вот. Первого и пятого. Только зеркально. как делать будем. Выставляем. Так. Вот этот кадр. Нога стала. Теперь делаем первый кадр. Вот этот. Только зеркально должна теперь вот эта нога стоять тут. Это тут все. Вот он перешаг. Теперь пятый кадр. Делаем. зеркалку. Это получается значит эта нога теперь должна опущена быть. А эта нога поднята. Поднимаем ногу. Не проблема. Вот так вот. G. И ногу поближе сюда ведем. А вот этот раз выравниваем именно опору. Даем вот на эту ногу. R. Выкручиваем. И G. Вот так вот подставляем. А и локрот. Ну вот уже нормально. Следующий кадр. Кадр должен вот этот персонаж поставить ногу. Вот как вот в этом кадре. Только зеркально. Получается теперь вот эта нога. Сначала сделаем вот такую штуку. Вот этот таз выберем. Через шифт вот эти косточки. Единица. Так. Тройка на нампаде. Делаем G. Ведем вперед. Вот так. Чтоб нога вот эта вытянулась аж. Поправляем G в эту сторону. Вот так. И семерка на нампаде. Сразу R чуть-чуть перекручиваем. Вот таким вот образом. И вот эту ногу вот эту ногу G ставим на пол. R перекручиваем. И еще немножко так куда она ушла. Вот так вот G смотрим чтобы колено вот видите колено перекрутилось. Нужно его вернуть. Семерка на нампаде. R назад. Что-то в таком духе. Смотрим что тут происходит. Ну нормально. И напряг делаем на эту ногу. А эту ногу задираем. Так. Вот так ее R перекручиваем и G поднимаем. Вот так. Так. Что теперь? Перекручиваем теперь вот этот позвоночник. семерка на нампаде. Р и G на ногу делаем вот этот на эту ногу вот на левую делаем упор. И перекручиваем вот так и G побольше и повыше поднимаем персонажа. Так. А ногу все-таки на изгиб вести. так. Ну и позвоночник вот этот. R как бы вот так. Ну и голову шеи как бы вот так. и локрот. Смотрим, что сейчас получится вообще. Так. Что получается? Имеем персонажа. Вот он пошел. Вот у него движуха такая. И нужно теперь замкнуть 25-й кадр. Так. Это получается вот первый кадр у нас замкнулся. Это первый на левую опора. И последний у нас тоже на левую опора. Все. Эта часть закрыта. Ноги на полу. Так. Теперь вот и голова нормально перехлёст делает. ну посмотрим что получилось. Итак. Вот такая вот у нас походка. Вот теперь её нужно отладить. Так. Что у нас тут перепрописать нужно вот эти вот кадры. Но если будем увеличивать именно движение вот этого персонажа, то сначала на вот этих кадрах нужно всё это дело увеличить. Потому что каждый кадр потом переписывать будет долго. И потому что у меня персонаж не привязан к одной кости. Если бы кость была здесь ещё привязана но весь риг центральной кости то тогда можно было её переводить. Но по прошлым роликам так здесь как у нас получается вот смотрите сначала посмотрим косяки вот пошёл персонаж и получается на десятом кадре у нас локоть вот где стоит а на пятом кадре он вот здесь. давайте откорректируем это дело. Просто возьмём руку вот эту и попробуем сначала G вот так её вернуть назад. Пишем A и локрот смотрим насколько косяк этот будет. Ну вот уже мягче рука уходит вместе с телом. Так и получается что так на каком кадре у нас локти должны быть именно вдаль отведены. Ну в принципе всё нормально. А ну ка смотрим. Теперь что у нас с этой рукой. Ну вот эта рука нормально. нужно на десятом кадре на десятом кадре наверное сделаем так вот эту руку G немножко к ноге опустим а вот эту немножко поднимем так вот как-то и чуть-чуть наверное попробуем вперёд она не выводится. Ну тогда вот оставим под таким углом. Ну чуть-чуть задерём чтобы угол такой был. А и лок рот проверяем смотрим что да как. во плечи пошли вот так и здесь на ногу он наступает опять руки уходят вбок в своё положение так на десятом где у нас голова вот здесь давайте на десятом голову немножко перепропишем R вот так и выведем чуть-чуть вбок вот так и как бы наверное вот чуть-чуть вот таким вот образом чтобы он на ногу смотрел а и лок рот смотрим вниз голова пошла потом смоет на эту ногу и опять смотрит вот на эту ногу так теперь семёрка на нампаде и вот эту голову R перепишем чтобы она на эту ногу смотрела вот так и чуть-чуть как бы выровняем а и лок рот смотрим так голова у нас движется руки у нас движутся смотрим так нога задирается когда правильно вот эта рука так идет колену колену а это вроде как балансирует так пардонте наоборот получается вот вот эта рука на десятом кадре уходит вверх кисть немножко выкручивается вот так а эта рука G как бы опускается и рука кисть тоже выкручивается и вот этот позвоночник вот этот R вот так как бы передвигается а и колок рот смотрим вот здесь правильно рука пошла вверх а это вниз и немножко кистями тут тоже поработаем вот так а эту кисть вот так вот смотрим где тут пальцы и R вот эту кисть вот так и эту немножко руку G вниз а эту чуть чуть кверх вот так а и локрот смотрим теперь первый кадр здесь у нас получается то же самое вот эту руку поднимаем выше вот так немножко R перекручиваем вот этот позвонок ну и пойдет в принципе A и локрот смотрим что получилось вот такая штукенция вот так вот еще можно сделать вариант руки вообще сделать чтобы они были одинаково ровные на десятом кадре так и вот эту руку вообще кверху тоже поднять а чтобы ее не ломало чуть-чуть вперед вот так вытянуть чтобы здесь как бы треугольник был так и эту руку чуть-чуть вот как бы так вот а и локрот смотрим ну в принципе нормально вот у него движется и поворот тела и нога и вроде все мышцы работают но можно еще подобавлять допустим еще что можно сделать вот на этом кадре вот на этом кадре вы видите где находится нога правая ее можно переписать потом каким образом G вверх вот так поднять чуть-чуть вот так вот и пишем A и локрот и смотрите что получается уже нога поднимается выше вот так вот и здесь ногу можно тоже чуть-чуть переделать каким образом а образом вот таким допустим G выше ее поднимаем и R колено перекручиваем повыше вот так вот вот таким вот макаром A и локрот и смотрите что получается о пошла амплитуда и здесь вот на опуске тоже ногу можно ну допустим так здесь она уже становится вот эту ногу можно сделать чтобы она G вот сюда подходила A и локрот и вот вы видите что уже нога более прикольно так движется так только вот здесь так здесь нормально вот на десятом кадре тоже нормально здесь вот можно еще восьмой кадр допустим добавить так вот эту ногу G повыше на восьмом кадре так на седьмом A и локрот и тогда получается на восьмом кадре нормально уже больше амплитуда больше движения так но здесь уже пошла выкрутка у нас да да вот здесь уже на тринадцатом или или даже на двенадцатом кадре что можно сделать R чуть-чуть колено вывернуть выбрать таз таз кисти и G так Ctrl Z выбрал я не таз а другую кость и вот так все это дело как бы еще G выше приподнять вот он как бы выпрямляется вот так а это нога уже G чуть-чуть выходит и перекручивается а и локрот вот он вообще красавчик так тут у нас что на десятом идет от десятого пошел отрыв и вот здесь вот на эту ногу вот увидите вот на эту ногу сделаем акцент выберем вот эти косточки и прям побольше о выровняем ногу так а и локрот смотрим единицы на нампаде все уклон есть только теперь что еще можно сделать так вот эту руку на пятнадцатом кадре допустим вот позвоночником сыграем так вот таким вот образом это сюда идет а это тогда G вот сюда пониже и подальше от тела как бы баланс ищет и R в разные стороны вот так и локрот смотрим вот этот кадр тоже нужно переписать чтобы выровнять тело вот этот выбираем эту кость вот эту и вот эту тазовую семерка на нампаде и R перекручиваем вот так и теперь R как бы напряг так так это сюда идет вот так вот и вот это бедро R перекручиваем в эту сторону вот вот теперь будет нормально ну и можно еще R тело чуть-чуть вот так перекрутить и локрот ну а также можно добавлять здесь кадры корректировать если у нас на 15 вот нога вот настолько вверху получается это у нас так первый пятый десятый получается 15 это должен быть пятый здесь ногу мы выше поднимали значит на 15 давайте тоже вот эту ногу G отведем как бы повыше и как бы R вот так перекрутим теперь выбираем таз и выбираем руки семерка на нампаде R перекручиваем делаем напряг на эту ногу и немножко голову наверное ну вот что-то вот так перекрутим а и локрот и так теперь у нас получается ноги выше стали подняты теперь он должен идти вообще прикольный и вот эти ноги ноги вот еще в чем фишка они должны вот на моменте так что здесь ногой ну в принципе нормально нехорошо да на 16 нужно уже ногу вот эту видите будет подкручивать вот так вот таким вот образом и вот эту ступню чтобы динамика была немножко вот так поровнее ставить а и локрот вот вот такая штука здесь получается R нога должна ставить ровно G так ну вот на 15 вроде нормально так 10 что у нас тут получается на 10 вот нога колено перекручено это нехорошо делаем R вот сюда и A и локрот смотрим так отключаем кости смотрим вот здесь вот что-то тоже R перекрутим и G подадим как бы вперед вот A и локрот и вот так делаем корректировку добавляем еще какие-то кадры так тройка на нампаде и посмотрим сбоку нормально в принципе так сзади как он смоется так нормально даже можно по приколу ногу еще в бок увести вот так еще поработать с пальцами подзагнуть допустим этот G вниз опускается и вот эти пальцы выбираем R поджимаем поджимаем вот будет прикольно теперь видон у нее будет классный пальцы согнуты прописка A и локрот и смотрим раз вот уже и пальцы пошли выгинаться здесь вот что можно еще сделать где у него идет соприкосновение вот тогда вот эту лапу чуть-чуть вот так вот вывернуть или допустим вот с пятки будет наступать вот с пятки а и локрот на восьмом кадре вот все нога с пятки встала все прикольно так двенадцатый пятнадцатый теперь вот на десятом можно тоже исправить выбираем косточки пальцев и делаем R загибаем их вот таким вот образом так тройка на нампаде и нога должна вот это G опуститься вот так вот на вытяжку и таз таз с кистями рук немножко G чтобы ноги были согнуты а и блок рот и вот теперь получается вообще бомба так теперь что у него тут не хватает мотыляем смотрим тройка на нампаде чтобы все видеть так 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 вот нога пошла переступы вот эту ногу на 14 кадре уже можно G как бы вперед выводить во а и лок рот смотрим о и переписываем 15 чтобы нога была впереди ну так где-то на линии а и лок рот на 16 ногу тогда уже можно уводить вот так вот вперед где она тут G вот так R выкручиваем колено и опять же типа на пятку чтобы поставить сначала R A и лок рот на пятку под по в а и и и и и и и Так, единица нампаде и вот эту ступню R нужно перекрутить бедро тоже перекрутить и немножко вот так вот и блок рот ну вот нога теперь становится так что у нас тут с третьим кадром 3 5 5 вообще нормально получился так и получится его rg можно приподнять и а и блок рот вообще подкорректировать так 7 кадр тоже rg а и блок рот на восьмом g тоже ну а тут уже нормально так здесь уже вот так вот делаем rg вот вперед подаем и ну и на десятом наверно так это у нас хвост принципе вот он идет 3 5 на пятом можно хвост начинать уже выкручивать допустим r rg ну вот так как-то а и блок рот так на десятом хвост у нас должен быть к этой ноге мы его сразу поправим а и блок рот и перепишем 7 кадр а и блок рот что получается вот так ну и восьмой чуть-чуть тоже r rg и так и вот этот немножко как бы назад вот так вот а и блок рот смотрим что опять получилось хвостом сейчас ломку убрать вот хвост уже тоже задействован все нормально все по кайфу а здесь хвост уже назад пусть возвращается получается с 1 по 10 хвост уходит к ноге с 10 должен уйти назад получается 12 кадр нужно тоже переделывать делать ему зеркалку так это значит вот так а и блок рот вот хвост у него начинает действовать все классно так если на двенадцатом хвост тут то нужно ему мягкости придать на пятнадцатом так это он на двадцатом только возвращается к ноге значит на пятнадцатом он еще должен находиться где-то посередине ровно выставленное а и блок рот и также четырнадцатый получается 12 и четырнадцатый тоже возвращаем назад а и блок рот и смоем что получилось так 10 10 12 получается r r сюда этот сюда а и блок рот на пятнадцатом он уже должен где-то вот тут быть наоборот а и блок рот ну и четырнадцатый тоже почти где-то тут рядом недалече так ну нормально хвост извивается конечно еще нужно поработать с ним но вот с первого по десятый вообще нормально гнется ну а тут в принципе возвращается и пошел по новому нормально это нормально так единица нам пади пишем восемнадцатый а и блок рот и восемнадцатый джи чуть-чуть передо так control z и восемнадцатый джи поближе к семнадцатому а теперь он мягко ногу перекручивать и пошла другая уже анимация так что тут за перепляс пятнадцатый пятнадцатый так шестнадцатый удалим делит keyframe и вот здесь нормально уже еще добавить сгибы пальцев допустим на десятом можно добавить чтобы пальцы как бы он поджимал что ли если выберем вот эти косточки через shift так сейчас покажу вам вот эти кости на пальцах и допустим под зажмем так теперь выберем вот эти кости на пальцах и и тоже под зажмем так чё control z r и пропишем десятый кадр а и блок рот смотрим что получилось только на десятом если мы начнем пальцы гнуть допустим на первом и потом на всех это будет такая пляска вот только десятый первый десятый двадцатый где-то середину выбираем центральный кадр вот это будет центральный путь и вот теперь раз пальцы сжались все нормально во можно конечно еще на первом согнуть их так вот здесь вот кисти надо немножко так control z помягче чтобы переход был вот так чтобы они как-то двигались и вот так а и блок рот вот пальцы пошли и опять пошли кисти в разлет вот это нормально вот это пойдет так а если здесь еще поменять направление а здесь поменять допустим наклон шеи во а и вокруг рот еще лучше должно быть и здесь тоже самое сделаем так это значит r выкрутим вот так это дело так и вот это дело так как то так как то так 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 ну и g плечи под корректируем такой есть блатнячий а и локрот и здесь что у нас плечами ну здесь плечами нормально близко к шее так можно даже еще немножко вот эти плечи и тут живут такого и укроп на 15 о всем движуха пошла ну где-то в таком духе в следующем ролике давайте еще с ним немножко поработаем добавим еще каких-нибудь кадров и подальше движение чтобы шел больше расстояние чтобы проходил до сюда допустим все всем пока до свидания